МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, серьезно, мы как-то пристально занимались изучением истории вашей компании, из доступных источников, сайт и, так сказать, свидетельства очевидцев. Но, тем не менее, из первых уст немножко истории, которая стартует в 2000 году, с какого направления начинали, ну и как поэтапно к ним присоединялись другие виды вашей околоспортивной деятельности? Ну, что касаемо 2000 года, то в этом году именно бренд Фаербол, вернее, я стал работать именно под брендом Фаербол, был зарегистрирован как в то время частный предприниматель. Но на самом деле моя деятельность производственная гораздо раньше началась. В 87-м году после института буквально, когда началось кооперативное движение, я с друзьями создал первый кооператив по высотным работам. Затем, значит, в то время занимаясь скалолазанием, если кто знает, что скалолазы лазили, скалолазы Советского Союза лазили в калошах, я изобрел специальную обувь для скалолазания. И на этом, собственно говоря, начала развиваться и была создана компания Rockpillars. Потом, значит, мы допарили в свой ассортимент производство пуховиков, производство палаток. Ну, так получилось, что проработав примерно 10 лет, значит, мы расстались, разбежались. Дальше я занимался, работал заместителем директора спортивного комплекса. Проработал год. Скажу, что не мое это, работать не на себя. Я в дальнейшем, значит, как раз в 98-м году в дефолт я остался как-то без особых денег и пытался торговать, продавать спортивную одежду. Быстро понял, что это не мое, что я, собственно, в душе производственник, мне нужно что-то производить. И, как я сказал, денег в тот момент не было, кредит было взять нереально. Я продал квартиру, там, машину, какой-то инвентарь свой, там, лыжи. И на эти деньги приобрел первое оборудование, несколько швейных машинок, значит, взял в аренду площади и начал заниматься, опять же, производством, ну, в этот раз уже производством одежды. Ну, то есть поступили логически, да? Да, вот есть в этом бизнес-логика сначала как-то, в общем, что-то производить, а потом для того, чтобы это сбывать, нарастили аудиторию. Сознавал свой рынок сбыта. То есть мои спортсмены всегда упакованы в самые лучшие спортивные одежды. Быстро, мгновенно, по первому требованию практически, там, за кратчайший срок получают то оборудование, которое им необходимо. Поэтому мы развиваемся. Ну, смотрите, история яркая, увлекательная и насыщенная событием. Возвращаясь в 98-й год, вот в это в кризисное время, о котором очень удачно сказал Дмитрий Маликов в своей песне «Никого не пощадила эта осень». Но, с другой стороны, ведь это какой мотивационный момент для того, чтобы, вставая на ноги, развивать новые бизнес-направления, устремляясь в перспективу. Примерно так, как, мне кажется, развивались события. Ну, опять же, возвращаясь к официальным источникам, в них фигурирует ваш официальный сайт. Мы посмотрели ваши производственные мощности. Столько-то комплектов формы такой, столько-то комплектов формы другой в течение месяца вы готовы произвести. Цифры впечатляют. Насколько востребовано именно это количество? Насколько вы загружены по своим мощностям, вот, в процентах? Скажу, что связываем это все, наверное, с тем кризисом, который сейчас происходит. Связываем это, отчасти, наверное, с универсиадой, потому что, ну, считаем, что разговариваем, общаемся с нашими заказчиками, все жалуются на то, что бюджет сокращен, значит, видимо, деньги уходят там на строительство, чего-то там, реконструкцию. Но строить надо. Да, строить надо. Связываем с тем, что действительно материалы, на которых мы работаем, они практически все импортные. Что касаемо швейного производства, соответственно, это поднялись цены. И с работой у нас, ну, естественно, есть перебои, уже не так, как раньше. Но от своей темы мы не отступаем. Конечно, были предложения, давайте задействуем, грубо говоря, шить там спецодежду, элитарные мешки под тару. Ну, это не наше. То есть мы, объясню, мы не просто зарабатываем на этом деньги, да, мы вкладываем туда свою душу. То есть мне интересно обшивать чемпионов мира, мне интересно одевать команды, мне неинтересно делать спецодежду дешевую. Я вас понял. Вот эта история под названием ипродозамещение, она хоть как-то вот возможно без серьезной потери качества? Вот на вашем примере, на вашем производстве. Ну, возможно, возможно, конечно. То есть я знаю, буквально, у меня недавно ребята с моего клуба уехали в Китай на большой турнир. Значит, я буквально сзади них экипировал. И когда мне рассказывают, что за ними ходили китайцы, снимали их одежды на телефоны, на аппараты, просили расстегнуть и посмотреть. Значит, и говорили, что в России так не шьют. Это, назовите откуда это, значит, Фаерболгу написано везде. То есть, ну, мы можем это делать. А с кем вы конкурируете? Вот мы вот сейчас говорим, если говорим о конкурентах, это вот какие-то уже признанные, известные бренды? Да, собственно говоря, я не собираюсь ни с кем конкурировать. Вот к конкурентам я отношусь, если они есть, с глубоким уважением, да, раз они... Ну, как правило, это компании, которые занимаются поставками одежды или поставками оборудования. Производить здесь, ну, это единицы, кто занимается сегодня производством. То есть, в чем разница? Сегодня можно пойти купить костюмы «Адидас», и не факт, что на вашу команду соберете полный размерный ряд, да. То есть, есть команды, особенно, как раньше было, допустим, из Спартакиада городов или там районов. От маленькой девочки, там, семилетней, до дяденьки, там, 72-го размера. Нереально найти полный комплект. То есть, у нас это все можно прийти, заказать, согласовать цвета, согласовать, значит, какой-то функционал, значит, логотип и прочее. Все это наносится не на готовую одежду, а именно в стадии раскроя еще. То есть, все это качественно, все это... То есть, у нас есть свой рынок сбыта, есть нам интерес, значит... Ну, посмотрите, если говорить о рынке сбыта, вот совершенно очевидно, что чем больше спортсменов или людей, которые занимаются физической активностью, тем вам лучше, тем больше, в общем, у вас возможности реализовать свою продукцию. И в этом смысле ваши интересы с каким-то спортивным трендом, который укоренился вот в стране в последнее время, вот ваши интересы совпадают. Скажите, вот вы входите как, я не знаю, как официальный поставщик или просто как человек или предприятие, обеспечивающее там какие-то команды, какие-то федеральные или муниципальные программы по развитию спорта, которых достаточно много сейчас? Нет, ни в какие программы я не вхожу. Скажу, что пытался несколько раз в свое время пообщаться с администрацией края по вопросу субсидий, какой-то помощи, когда я понял, сколько нужно собрать бумаг, сколько нужно заплатить бухгалтеру, сколько нанять нужно специалистов, чтобы собрать эти кубометры реально бумаг, и сколько нам нужно время, чтобы получить там какую-то льготу или кредит или там что-то, ну это просто нереально. То есть на сегодняшний день могу сказать, что единственная организация, которая нам помогает, это Центрально-Сибирская торговая промышленная палата. В какой форме это вот? Консультируют по вопросам юридическим, значит, помогают нам, значит, консультируют по вопросам экономическим, значит, помогают проводить нам турниры наши спортивные, значит, в конце концов они для своих нужд заказали у нас даже одежду для своих сотрудников. То есть у нас сегодня ведется с ними работа, буквально в прошлом году я вступил в члены торгово-промышленной палаты. Сначала, честно скажу, отношение было такое, что, ну как и во всех остальных организациях, то есть поговорим и на этом все закончится. Реально, скажу, сейчас я чувствую поддержку именно только пока от этой организации. Вернемся к универсиаде, грядущее событие, все мы как-то этим живем и дышим, и не без проблем порою. Вот есть официально какие-то реальные пути вступления вот в эту историю? Вот насколько вообще возможно поучаствовать каким-то образом вот частным предпринимателям вот какой-то вот местной компании? Ну, скажу, универсиаду, как только было обозначено, что универсиада будет, естественно, у нас и у производителей, соответственно, был восторг, да, мы сейчас будем работать, мы будем стараться, мы начали постепенно оснащать там новым оборудованием, готовились к этому, значит, даже сработали на опережение, сделали для наших некоторых чиновников, для показать полный комплекс спортивных этих костюмов. Презентационные комплекты, да, понимаем. Да, сделали, посмотрели, дальше пауза. Затем я получаю бумагу от дирекции универсиады, Игорь Витальевич, уникальная возможность пропиарить себя и свою компанию, значит, изготовьте для нужд универсиады, значит, на несколько десятков миллионов рублей, бесплатно одежду, ну, естественно, это, как бы мне, у меня не получится, да, то есть без денег я делать не могу, тем более я смотрю телевизор, где говорят, что выделены такие деньги, значит, формируется бюджет, и дальше бюджет этот растет, то есть деньги есть. Разговариваю с чиновниками, деньги есть, удивительно, почему тебя не заказывают. В прошлом году, значит, в позапрошлом, вернее, я выиграл два конкурса, это мы одевали на тестовый чемпионат мира по лыжному ориентированию, одевали судей и одевали делегацию от края на универсиаду в Алма-Ату. То есть, ну, нареканий не было, все довольны, все сделали, думал, что мы себя зарекомендовали. В этом году, я, скажу честно, я даже не стал участвовать в конкурсе. Мне прислали тех задания, я прочитал, посмотрел, вижу, что сделано под конкретную компанию, не под нашу, ну, и даже не стал, скажем, участвовать. Ну, вот, по крайней мере, чиновники говорят, деньги есть, а то у нас премьер-министр открытым текстом говорит, денег нет и рекомендует держаться. Тем не менее, если не универсиада, то как вы видите какую-то стратегию развития компании «Фаерболл», ну, там ближайшие 2-3 года на что будет нацелено, вот, определенные основные усилия по развитию какого направления? Да, собственно, все эти направления мы и будем развивать. Это и швейная, и сувенирную продукцию, и производство тренажеров. Ну, будем искать другие варианты. То есть, мне бы не хотелось делать на потоке, мне бы не хотелось запускать одежду просто в магазины. Да, я бы хотел все-таки заниматься именно производством эксклюзивных вещей, да, то есть, делать под конкретные команды, одевать, как я сказал, уже чемпионов мира, чтобы они выглядели как-то эксклюзивно. У нас сегодня, да, либо все в Боско, либо в Форварде, либо в Адидасе, и все это типовые линейки. То есть, будем продолжать. Думаю, что что-то должно поменяться. К лучшему. Тем более, все-таки мы рассчитываем на наследие универсиады, если уж не на саму универсиаду, которая выражается все-таки в новых спортивных объектах, в спортивных площадках, а, соответственно, будет привлекать новые спортивные кадры. Ну, здесь я бы хотел сказать, буквально недавно разговаривал с одним из заместителей дирекции универсиады, что, ребята, помимо вот этих спортивных сооружений, там, горнолыжных трасс, что вы оставите еще в наследие? То есть, если бы наша компания занималась, получила, доверили, изготовление, экипировки, да, то есть, естественно, из небольшого предприятия сегодня, такого мобильного, мы бы переросли в приличную фабрику. И у нас в регионе была бы фабрика. Мы бы обучили специалистов, закупили бы оборудование. То есть, это было бы наследие. Мы бы дали рабочие места. То есть, был бы совершенно другой уровень. Мы готовы были бы это сделать. У меня более 30 лет опыт работы именно по производству. Насколько вы вот к спорту близкий человек, несмотря на спортивное прошлое? Ну, я занимаюсь спортом. Я занимаюсь единоборствами, тайским боксом увлекся. До этого я всю молодость занимался, и детство скалолаза. Я мастер спорта Советского Союза. Я занимался горными лыжами. Все виды, которыми я занимался, они именно такие экстремальные. То есть, мне это нравилось. Сейчас, да, я иногда хожу в тренажерный зал собственный. Занимаюсь тайским боксом. Но, тем не менее, вот все продукция проходит личную проверку. Вы с вами вот смотрите. И бывает, что не проходит? Что что-то отправляется на доработку? Конечно, конечно. Конечно. Скажу так. Если вы будете у нас в нашем шоуруме, да, вы увидите, что вся одежда выполнена 50, размер 50-52. То есть, это то, что я примеряю на себя. То есть, делается первый экземпляр, он делается моего размера. Я одел на себя, я посмотрел, собрал коллектив, оценили, вышел к людям, посмотрели. После этого мы запускаем. В общем, в обновках вас можно увидеть достаточно часто. Да, нет, я, кажется, сапожник без сапог. Игорь Овчинников был у нас в гостях. Большое спасибо за этот разговор. Программа «Люди. Дело» у нас все. Всем пока, всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова